В общем, всем с добрым утром! Всем с 8 марта, девочек с 8 марта, мальчиков с добрым утром, в общем 6, сколько у нас сейчас, 6.43, мы приехали на тренировку. Мама это сама дома, папа уехал на работу, так что я здесь буду сидеть до 7.30. Извиняйте, так и не это самое. И не выспалась в этот выходной день. Ой, на улице Калатун, 34 градуса. Девчонки в это время будут бегать. Я выключила машину, это самое зажигание и становится холодно. Блин, на бензине хочется тратить 45 минут, чтобы она работала. И холодно. Думаю, может мне поехать в Макдональдс посидеть тепле. Ну, желать, ну, что-то скушать. Итак, подкрепилась. Нагрелась горячим шоколадом. Еду за девчонками. Уже время. Это самое. Фейсбук у меня прям переполнен с 8 марта. Поздравления, очень приятно. Это я еще на Одноклассники не заходила. Забежала в магазин. Надо маме цветочки купить, наверное. Это аж мы-то все-таки празднуем. Тихо вспомним старину. В общем, я такие вот цветочки двухцветные выбрала. Там такие полные... В общем, Габриэл вручил бабушке цветочки. Понравилось это самое. Сейчас она повезла его в магазин. Так как у нашего Габриэла были на рождении в конце месяца. Он там хочет кое-что присмотреть. Потому что потом будет деби. Будет всякие заботы. Вот. И я вот еще подкупила тортец. Ну, праздник же. Такой вот чизкейк. Буду пить чай. В общем, вернулись бабушка с Габриэлом. Габриэл принес вот тюльпаны нашим девочкам. И маме. И маме вот розы. И такие вот, не знаю, как они называются по-нашему. Ну, не наши. Бабушка сегодня также празднует не только 8 марта. Сегодня 15 лет, как она приехала в Америку. Да, да. У-у-у! Да, всем привет скажи. Всем привет. Так что у нее дойной такой праздник. Мы бабушку сейчас отпускаем. Пусть она отдыхает. Маме, сколько. Мне нравится. Сейчас вазу поставим тебе в комнату. Как классно. Когда Скарлетт дома. Скарлетт ввела Тринити во двор. Они сказали, у них пикник на трамплине. Без настоящей еды. И она ей читает. Ну, ее сладкое. Класс. В общем, пока дети, каждый с собой, друг с другом, в общем, заняты, спокойненько все. Я решила начать делать налоги. Ну, посмотрим, до скольки меня хватит. И дадут ли мне это закончить. Ну, хоть начну. Для этого я включаю старый компьютер. Очень старый компьютер. И буду переносить информацию на мамин компьютер. Когда я это делала на старом компьютере, он автоматически все переводил. А так как это уже на этом, то мне придется все по новой это делать. Ну, ничего страшного. Просто в прошлом году я это делала на другой новый, типа, новый компьютер, то, что мне сестра дала. И он у меня полетел. И мне все по новой надо это переписывать. Ну, пока девчонки там прыгают на трамполине, буду делать. В общем, пока я тут сидела, пыталась делать информацию с одного компьютера на другое переделать, мне позвонили от моего доктора. В общем, он поговорил с докторшей, которая у меня будет принимать роды. И она сказала, что она будет в больнице работать 20, 22 и 23 числа. И, в общем, они будут... Потом она мне еще позвонит. Они будут пытаться меня примерно в это время пригласить в больницу. В общем, всунуть в этот график ихний. Так что, ну, вот вам примерные даты нашего появления малыша. Лиля приезжает 20-го. Так что, если они мне 20-го туда это самое запишут, я даже не знаю, как мы будем встречать Лилю. Придется кого-то просить. Ну, ладно. Блин. Все-таки тот компьютер, что полетел, это мне сейчас не помогает. Там надо информация, которая с прошлого года, которая на том компьютере. Мама сказала, я опринтовала мамин налоги, которые я делала на том компьютере. А мама говорит, что, типа, ты говорила, что ты опринтовала свои, но я их не могу найти. И когда я сестре позвонила, у меня когда-то такая ситуация была, она говорит, что ей пришлось там делать запрос в АРС. И это взяло где-то месяц, чтобы они выслали эти бумажки, документы. Надо порыться. В общем, я сдалась. До неимения информации мне что-то... В общем, я уже устала. Мне надо отдохнуть от налогов. Тут мне уже сестра высылает кучу месседжей, что можно это сделать по интернету. Но я сейчас об этом думать не хочу. Хочу посмотреть. Может, я все-таки найду свой отпринтованный этот самый возврат с прошлого года. Дэнни только что подъехал с работы, забрал Габриэла. Они поехали к доктору насчет его встречи с доктором, насчет его проблем с животом. То, что там Дэнни волнуется. Я сильно не волнуюсь. Мне кажется, все нормально. А Дэнни волнуется, что он слишком маленький в классе, ест достаточно и все такое. Хотя у него гены такие. Дэнни, в общем-то, тоже был небольшой. Короче, ужин из того, что есть дома. Вот у меня тут такая лапша. Она сделана со всякими приправами, специями внутри теста. А потом вчерашние котлеты порезала. Сделала такой вот соус. Куриный бульон. Чеснок. Ну, мука. Это самое. И сливки. И порможан. В общем, такое что-то. И сейчас, думаю, начапаю еще помидорок сверху. Может, какую-то зелень. И вот у меня будет ужин. Дэнни хочет с томатным соусом. Он купит. У меня не было. Это самое принесет. Но они уже с Габриэлом закончили. Он его ведет. Хамбургер ему купит. Будет его откармливать. Но он с доктором поговорил. Доктор его более-менее так убедил, что ничего с ним такого нет. Единственное, что, может, он его пошлет к нутришинисту. Как это по-нашему? Доктору по тому, как есть полезную еду. Вот такое что-то. И, в общем, начнем с этого. А так, я думаю, ничего там серьезного нет. Ну, папа у нас, он волнительный мальчик. Я не очень. Ну, в общем, мы друг друга вот так балансируем. Ну, все, пошла. Вот такой результат. Помидорок туда насыпала, еще базилика. Правда, у меня только сухой. Ну, в общем, вот такой 8 марта. Как видите, для меня это уже совсем небольшой праздник. Было приятно, конечно, получить цветочки. Благодаря моей маме, которая подсказала Габриэлу подарить цветы. Спасибо за это. В общем, Дэнни у нас был просто такой домашний. Работала немножко над налогами. Так я и не нашла своей бумажки. Сейчас Дэнни дала еще одну коробку кучи бумажек, которая у нас там лежала в моей спальне. Он сейчас с ней разбирается. Вдруг мужа там найдется, не знаю. Так что... Анжелика ходила на группы из церкви. Ей очень понравилось. Это новая группа молодежная такая, не собирается. Говорит, что было очень-очень ей понравилось. Она хочет туда ходить опять в следующий раз. Завтра у девчонок соревнования. Мы уже туда ехать не будем. Это где-то в час уезды город от нас. И в этот раз уже Анжелика будет участвовать. Надеюсь, что я все-таки увижу когда-нибудь, что... Как она бегает. Потому что мои девчонки мне объявили, что в следующем году они отказываются бегать. В общем, уже не вынесла душа поэта. Они не видят, что это повлияет сильно на их колледжи. Ну, типа, их результаты не такие суперские, чтобы колледж заинтересовался в их способностях. Я думаю, Анжелика могла бы. Она в прошлом году... Ее команда выиграла чемпионат с помощью ее. Ну, оценки подкачивают. Так что, похоже, следующий год у нас будет более свободный насчет атлетической сферы. Ну, и на этом я буду заканчивать. А, кстати, девочка одна спросила, почему я не снимаю себя в полный рост. Знаете, я даже не думаю об этом. Ну, во-первых, да, у меня сейчас пузо. Это не то, что я там сильно пытаюсь им светиться. А, ну, даже и до этого, до того, как я была беременна, просто так удобней. В руку камеру взял и пошел. Как-то спросить кого-то, чтобы меня снимать или ставить это куда-то. Это надо думать. А это так все... Ну, видите, какая у меня жизнь. Бегом-бегом-бегом-бегом. И не это самое. И, в общем, не до полного... ...снятия своего тела. Ну, как-нибудь буду стараться показывать прогресс своего похудания. Я надеюсь, что после рода будет похудание. Ну, а вам я желаю спокойной ночи. До новых встреч. И bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok